привет приветик всем решила вам показать как можно вот из старых шлепок с хорошей подошвой но не очень хорошим верхом сделать новую стильную обувь вот наши подопытные биркенштоки сейчас будем преображать отрываю старую пряжку я буду делать шлепки с регулировкой вот если у вас нет такой пряжки то тоже даже будет проще сделать значит я снимаю эту пряжку и теперь буду делать выкройку для этого я просто вот так вот под самый край загибая хорошенько подставляю лист бумаги вот таким образом хорошенько пропихнув его туда краю и теперь просто возьму и обведу вот эту деталь полностью по периметру вот таким образом если у вас вот это вот верхняя часть не разъединяющаяся ты там в принципе просто нужно будет замерить мягким дециметром вот этим метром как он называется замерить ширину и и длину вот этой части но у меня тут немножко сложнее конструкция на из двух частей состоит поэтому я немножко заморачиваюсь но зато будет регулировка по полноте точно также перевожу вторую часть и теперь мы это вырежем но вот мне кажется что вот это вот она тонковатая мне хочется пошире сделать поэтому я сразу откорректирую ширину вот этой части длинные ну вот как то вот так таким способом теперь можно это все вырезать это будет наша выкройка аккуратненько вырезаем это хороший способ реанимировать старую обувь если вам очень нравится и удобная подошва но при этом вверх уже или от старости как-то не очень хорошо выглядит или просто вам не нравится или хочется поэкспериментировать тогда можно секунде купить что-нибудь такое этот кстати из моя старая куртка я ее взяла потому что здесь тонкая кожа а сверху есть мех мех пони или коровки стрижены я перенесла выкройку перевела точно также положила на кожу и обвела и сделала вот такие вот части смотрите они должны быть сходны по изнанке изнанкой во внутрь и лицевой стороной внешне то есть обращайте внимание когда вы из кожи вырезаете детали они должны выглядеть так здесь я уже пришила липучку забыла снять просто приклеиваете ее вот такую вот обычную липучку продается на швейных магазинах стоит копейки вот отрезайте кусочек приклеиваете его там двусторонним скотчем или клеем и потом пришивайте вот сюда и вот сюда вот таким образом будут ну как там была пряжка так здесь у меня будет липучка теперь просто возьмем и приклеим части у меня вот такой 88 универсальный клей они бывают очень разные хорошо быстро схватывается и очень хорошо крепко держит смазываю деталь принципе любой супер клей который клеит кожу для этого подойдет и смазала здесь тоже клеем но не до самого края сначала только вот сверху до середины так будет удобнее клеве клеить приклеивайте аккуратненько прикладываете а забыла еще сказать когда вырезаете делайте еще запасик отступая от выкройки буквально пару миллиметров чуть-чуть выкройка будет больше чем сама часть то что из кожи вырезаете вот так вот я приклеила теперь я доклеиваю оставшуюся часть так удобнее так получается ровнее приклеить тоже намазываете хорошенько здесь и вот эту часть вот 88 у меня всегда держит отлично он бывает разных марок называется 88 универсальный так все хорошенько смазали клеем если выкройка получилась слишком где-то большая всегда можно аккуратно маникюрными ножничками подрезать и потом когда уже наклеили придавливаем все хорошо туда протягиваем здесь нужно хорошенько придавить от этого зависит крепкость крепость склеивание этих частей вот я приклеила видите такой зазорчик небольшой буквально два миллиметра он нужен для того чтобы потом сшивать эти части но хочу сказать что сшивать их не обязательно этот клей хорошо держит и так вот теперь можно вот эту часть приклеить спокойно таким же способом и хорошенечко продавить я решила еще по периметру прихватить ниткой с иголкой чтобы она еще крепче не раз но опять же повторяю это делать не обязательно у меня такая вот полиэстровая нитка титан ее хорошо подплавлять удобно на очень крепкая я буду вот такими обычными стежками сверху слегка прихватывая две части вот эти вот кожаные не цепляя основную часть которую внутри вот эту красную просто прихватывая две вот эти вот кожаные части между собой и сшиваю вот таким вот обычным швом ниточка проходит вокруг здесь кстати бежевая была бы лучше черную немножко видно ну там вы уже подберете смотря какой вы кожи выбираете чтобы сверху обшить у меня мех там принципе не так это видно но опять же повторяю это делать не обязательно если клей хороший крепкий можно даже не при не приклеивать вот этот внутреннюю часть только сверху наклеить внешнюю тогда еще проще вот смотрите прихватила для надежности уже говорю я люблю заморочиться так чтобы уже посложнее посерьезнее но опять же не обязательно можно просто приклеить сверху новую кожу и будет тоже отлично теперь вот эту часть я тоже смазываю клеем и приклеиваю вот эту вот сторону опять же сверху начинаю и потом подмазывая клеем дальше продвигаюсь вот ее приклеила у меня есть здесь зазорчик 2 миллиметра для прошивания вот эту часть не спешу приклеивать мне на нее еще нужно добавить липучку кусочек липучки тоже отрезаю подходящий его можно измерить потому кусочку который вы там уже пришили вот если сомневаетесь по ширине куда ее лучше разместить то можете вот так приложить даже на ноге сразу проверить вот насколько вам нужно по ширине чтобы липучка была и тогда вы ее уже приклеиваете и прошиваете обычный стежок чисто так чтобы прихватить она хорошо держалась вот так тогда уже можно будет ее точно также приклеить сюда эту часть не забывайте прошивать вот эту штуку если ее просто приклеить она может оторваться то здесь прошить обязательно вот я приклеила внутреннюю часть если вас где-то чуть-чуть торчит кожа не так как-то легло немножко всегда можно срезать маникюрными ножницами лучше с запасиком чем наоборот не хватило поэтому выкройку делайте тщательно здесь я тоже буду обшивать но опять же напоминаю это делать не обязательно клей нормально держит а сами детали они не несут какой-то нагрузки такой сильной чтобы прям отрываться ну и клей обычно 88 держит хорошо ну я заморочусь проще вот здесь вот если у вас кожа светлая и края видны можно подкрасить промоментным маркером черным краешки вот что получилось отличные шлепанцы мне нравится подписывайтесь пожалуйста на канал будет еще очень много разных полезных интересных и необычных переделок еще смотрите мои мастер-классы по пошиву сумок